Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа «Вести Карачаева Черкесия» в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Победители республиканского конкурса «Кадровый резерв Карачаева Черкесии» продолжают представлять свои проекты главе Рашиду Тимрезову. В нашей постоянной рубрике в гостях у Росгвардии об основных задачах сотрудников неведомственной охраны в лице полковника полиции Анатолия Таран. Обстановка на федеральных трассах в непогоду. Какие были предприняты меры руководством республиканского ГИБДД расскажет гость нашей программы. Руслан Жукаев и коротко о главном. Молодежный астрономический центр Владимир Воловик выступил инициатором создания школы юридической грамотности для населения. Марк Греков предлагает инструменты для улучшения качества туристических услуг. Давлет Мамхяга разработал модель единой торговой онлайн-площадки КЧР-маркет в защиту социальных трудовых прав граждан и малого бизнеса. Суть проекта Расула Тикеева. Анастасия Бакарева из Санкт-Петербурга предлагает создать творческую мастерскую для людей с ограниченными возможностями здоровья для продвижения туристического потенциала республики. От рядового до полковника. Вот уже много лет заместитель начальника вневедомственной охраны управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии. Полковник полиции Анатолий Таран работает в данном подразделении, выполняя все задачи, поставленные руководством. Основные функции сотрудников вневедомственной охраны – это обеспечение безопасности охраняемых объектов и общественных территорий. О жизни и о службе полковника полиции Алихан Лепшоков. Он начал работать во вневедомственной охране с 1994 года. Тогда данное подразделение только начинало свою деятельность и относилось к Министерству внутренних дел. Заместитель начальника вневедомственной охраны управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Анатолий Таран прошел тернистый путь, достойно пройдя сложные этапы становления подразделения. Сам Анатолий Николаевич отмечает, что в нашей работе важно быть внимательным и уметь выполнять профессионально свои обязанности. Пассажировался, проходил обучение и потом старшим в группе задержания работал, полицейским по охране объектов. Тогда еще на Порошилово были у нас банки, мы раньше все три банка охраняли. Там службу нес. И вот так постепенно, потом уже командиром взвода, замком взвода, командиром роты. Да, были периоды сложные, когда я только начинал работать, вспоминает полковник полиции Анатолий Таран. Оснащенности необходимыми средствами для обеспечения охраны не так много было, как сейчас. Но тем не менее мы выполняли все задачи, поставленные нашим руководством, отмечает он. Как бы раньше и показатели требовали другие, не то, что как сейчас мы требуем, не требуем сотрудников САС. Самое главное, первоочередная задача это не снижать надежность охраны, охраняемых объектов, квартир. То есть, чтобы группа задержания быстро доезжала, выполняла свои функциональные обязанности, выяснили причину там срабатывания и чтобы не было никаких происшествий. В 2016 году было создано управление Росгвардии по Карачаево-Черкесии. В том же году Анатолий Николаевич стал старшим инспектором группы организации охраны объектов неведомственной охраны. А уже в 2018 году был назначен на должность заместителя начальника данного подразделения. Мы должны всегда быть на готове в случае сигнала тревоги, выехать на место и не допустить краш сохраняемых объектов. Несмотря на то, что в 2020 году из-за пандемии были свои сложности, подразделение в неведомственной охраны продолжало также обеспечивать порядок и надзор за местами хранения имуществ граждан. Краш сохраняемых объектов мы не допустили, если подводить итоги 2020 года. Как сохраняемых объектов, так и сохраняемых квартир и мест проживания хранения имущества граждан. Возможно, служба в армии предопределила мою работу во вневедомственной охране, отмечает полковник полиции Анатолий Таран. В каждой работе именно ответственность человека и порядок являются необходимыми качествами. Так и здесь наши сотрудники являются достойными продолжателями традиций воинской доблести и чести. Аля Ханепшоков, Артур Жужуев, Вести, Карачаево, Черкесия. На прошлой неделе республика оказалась во власти непогода. Особенно сложной была обстановка на автодороге Черкес-Клермонтово. Для своевременного обнаружения и реагирования на угрозы безопасности дорожного движения управлением ГИБДД по Карачаево-Черкесской республике были предприняты соответствующие меры. Сегодня об этом и не только расскажет гость нашей программы, инспектор по пропаганде ОГИБДД отдела внутренних дел России по Прикубанскому району, Заур Капушев. На прошлой неделе на территории района, да и в целом все республики, сохранялись довольно сложные погодные условия. И как они повлияли на дорожную обстановку, на обстановку с аварийностью на территории, в частности, Прикубанского района. Наверняка вам приходилось и побывать в роли спасателей. Да, на самом деле, вот эти 3-4 дня были довольно-таки тяжелыми, так как дорожное полотно на протяжении трех дней было покрыто льдом, и огромное количество снега задувало ветром именно с полей, и огромное количество машин оказалось, кто-то оказалось за пределами автодороги. То есть приходилось вытаскивать машины с обочин. Также, если брать населенные пункты, тот же поселок Кавказский, тоже также были моменты, когда машины именно с поселка не могли выехать, так как были очень такие приличные снежные заносы. И нам, конечно же, приходилось, это наш долг. Мы помогали водителям, толкали, выталкивали, использовали лебедку. В общем, все, что мы могли, все, что было в наших силах, мы делали. Всю соответствующую информацию о непогоде, о том, какие имеются условия, какая температура, всю эту информацию мы загружали у себя в Инстаграм, на Инстаграм-сайте, чтобы народ был осведомлен о том, какие погодные условия. Даже так же, вот в самый пик, когда пик был этих снежных заносов, федеральную эту дорогу Лермонтов-Черкес на время закрыли. То есть практически всю ночь она была перекрыта. И пути отступления, начиная с Пятигорска, грубо говоря, Лермонтов-Черкес, же федеральная дорога называется, с Лермонтова, и уже начиная с города Черкеска на территории Прикубанского района заезжаешь, вся эта дорога была закрыта, так как погодные условия не позволяли выезжать транспортным средством на автодорогу. То есть для блага, для безопасности граждан это все было сделано не как ограничение? Да, конечно же. Дело в том, что действительно погодные условия были настолько плохими, настолько неблагоприятными, что было очень опасно позволять водителям выезжать на автодорогу, так как это все делалось для того, чтобы обезопасить граждан, дабы избежать возникновения каких-то неприятных ситуаций. А повлияло ли улучшение погодных условий на соблюдение скоростного режима? Многие, так скажем, лихачи, в кавычках, начали, собственно говоря, вылазить наружу, начали нарушать скоростной режим. Они считают, что если погодные условия улучшились, дорога, скажем так, чистая, сухая, то можно скоростной режим нарушать. И действительно тенденция такая, что после того, как погодные условия сейчас у нас улучшились, начали нарушать скоростной режим в большом количестве. С чем мы, собственно говоря, и боремся, над чем мы работаем, над тем, чтобы данных правонарушителей было как можно меньше, дабы избежать дорожных транспортных происшествий, в том числе с пострадавшими лицами. Какие виды технических средств имеются у вас на вооружении для борьбы с данной категорией нарушителей? В сравнении с прошлым годом, общее количество дорожных транспортных происшествий примерно одинаковое. Но если брать количество пострадавших лиц, то в этом году оно значительно уменьшилось. В прошлом году, к данному периоду времени было 8 пострадавших. В этом году уже 4. То есть статистика, так скажем, идет в положительном сдвиге. На двое уже уменьшилось количество пострадавших лиц. То есть это также, конечно же, связано с тем, что ведется нами работа на постоянной основе. Также и касаемо использования вот этого технического средства «Бинар», которое находится на балансе отдела МВД России по Прикубанскому району. Данное техническое средство мы используем практически каждый день в работе. Используется оно на рядами дорожного патрульного службы отделения госавтоинспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России по Прикубанскому району. Как правило, именно на аварийно опасных участках автодороги. То есть это очаги аварийности, то есть где наибольшая концентрация ДТП имеется. И вот не случайно выбрали именно данный участок автодороги, федеральной автодороги Лермонтов-Черкеск, именно 56-й километр. Так как здесь концентрация ДТП довольно высокая, и не случайно установлены знаки ограничения скорости 70 км в час. К сожалению, имеются водители, причем их немало, которые данное ограничение игнорируют и позволяют себе нарушать скоростной режим. И, собственно говоря, с этим мы боремся, конечно же. Как раз-таки в помощь нам приходит именно данное техническое средство «Бинар». А сейчас вести о погоде. Не переключайтесь. Карачаево-Черкесия присоединилась ко всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», в рамках которой родители школьников прошли процедуру сдачи единого государственного экзамена по русскому языку. Она инициирована Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и проходит в нашей республике уже в пятый раз. Цель акции – помочь родителям подготовить детей к сдаче экзаменов без волнения. При проведении ЕГЭ строго соблюдались все правила и процедуры. Вещи, ценные предметы, в том числе и мобильные телефоны, оставили в специальных местах, а затем прошли через металлодетектор. После чего началась процедура регистрации. Далее члены комиссии провели с экзаменуемыми инструктаж по заполнению бланков. В Никольском соборе города Черкестка торжественно открыта экспозиция будущего музея истории церкви и казачества. На торжественном открытии присутствовали представители духовенства и школьники города. Подробности мы узнаем в репортаже Аслана Гирюгова. 27 сентября 2020 года в Никольском соборе Черкестка прошли баталпашинские чтения, посвященные 230-летию баталпашинского сражения. Тогда же в ходе конференции появилась идея о создании музея истории церкви и казачества, который станет еще и местом для проведения различных мероприятий. Данное предложение было принято единогласно. Суть музея такова, что мы обращались к людям, как собрались вот эти экспонаты. Что было общество Царьград, мы принесли сюда. Никольский собор, у них очень хорошая экспозиция, потому что все старинное, все древнее. Потом прихожане приносили, члены двуглавого орла Царьграда приносили. Мы также обращались в социальные сети, что планируется открытие экспозиции, и что нам необходимы предметы быта, культуры казаков, документы, фотографии. И люди отозвались. После официальной части была проведена экскурсия. Ребятам показали предметы быта казаков, рассказали об их образе жизни. Помимо этого, гости увидели старинные иконы и картины, священные писания на национальных языках. Также школьники узнали о подвигах церковных служителей в годы Великой Отечественной войны. Мы продолжаем эту удивительно просветительскую деятельность, которая помогает нам любить нашу Родину. Потому что, зная историю своей малой Родины, мы и вперед, и в будущее смотрим с надеждой. Мы понимаем, каким трудом, каким подвигом, каким мужеством наши предки созидали то, что окружает нас. Открытие такого музея поможет сохранению истории казачества. В будущем на его базе пройдет еще немало мероприятий. В конце было отмечено, что музей будет собрать различные экспонаты. Жителям республики они обратились в пользу помочь в этом. Аслан Гирюгов, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин